Здравствуйте! Однажды в офисе крупной компании я услышала очень эмоциональный диалог руководителей и подчиненного. Нужно уделять этому значение. Правильно сказать, нужно придавать этому значение и уделять этому внимание. Начальник продолжил. Мы предпримем меры. Верно, примем меры и предпримем действия. Подчиненный возражал очень робко. Это не играет принципиального значения. Исправляем. Это не имеет принципиального значения и не играет никакой роли. Потрясающе! Люди, работающие вместе, невольно копируют ошибки друг друга, в том числе и речевые. В приведенном диалоге в трех предложениях было допущено три однотипные ошибки. Видимо, говорящие не знали, что такое контаминация. Давайте разбираться вместе. Лексическая контаминация – это объединение слов или их частей на основе структурной, функциональной или ассоциативной близости. Обязательное условие – подобное объединение должно приводить к формальному или семантическому изменению слова или его частей. Неоправданная контаминация приводит к грубой стилистической ошибке, потому что разрушаются лексические связи лексем. Диалог, приведенный в начале программы, яркое тому подтверждение. А может ли лексическая контаминация быть стилистическим приемом? То есть, использоваться говорящим или пишущим намеренно? Конечно! Например, при создании оказианализмов, то есть новых слов, использованных один раз в каком-то тексте и имеющих авторство. Помните у Лескова «клеветон» от слов «фильетон» и «клевета»? Современные примеры из блогов. Коммуноид, прихватизация. Видите, оказианальное слово складывается на основе созвучных слов и вбирает в себя и в семантику, то есть значение. Этот прием мы уже однажды обсуждали. Он называется «скорнение» или «паранимическая аттракция». Но вернемся к нашей теме. Контоминация может проявляться и на фразеологическом уровне. Случайная контаминация, то есть объединение двух фразеологизмов на основе опорного слова – это грубая ошибка. Например, проблема гроша выеденного не стоит. Правильный вариант – гроша ломаного не стоит или не стоит выеденного яйца. Как стилистический прием, намеренная контаминация фразеологизмов и прецедентных высказываний, часто используется в рекламных текстах или в сенсационных телеанонсах. Хотели как лучше, а получилось – хоть святых выноси. Или ради красного словца не пожалеет ни отца, ни сына, ни святого духа. Но вернемся к ошибкам. Еще один распространенный речевой недочет – это контаминация прямой и косвенной речи. Вот пример. Отец сказал, что я сделаю все возможное. Кто сделает все возможное – отец или говорящий? Мы видим, что в структуре сложного предложения происходит смешение двух форм передачи чужой речи. Высказывание при этом приобретает разговорный характер. В письменной речи это недопустимо. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи.